Они предшествующие Ачарьи. Шесть Госвами являются Манжари. Они имеют очень близкое общение с Господом Кришной и Шримати Радхарани. И, конечно же, в Духовном мире они участвуют, помогают в играх, любовных играх с Божественной Читой. И Господь Чайтанья, когда приходит в этот мир, имеет умонастроение Радхарани. И поэтому все их помощники тоже приходят помогать в играх Господу Чайтанья Махатрабна. Конечно же мы знаем, что Господь Чайтанья написал очень немного, но через своих шесть Госвами оставил нам множество наставлений о том, как следует выполнять преданное служение. И поэтому деятельность, которой занимались в этом мире шесть Госвами считается частью игр Господа. И хотя они появляются как обыкновенные личности, нам нужно понимать, что они являются нитья ситхи или вечно освобожденные души. И Рагунахдас, Госвами был самым первым из шести Госвами, который встретился с Господом Чайтанья. Он был сыном очень богатого человека в Бенгале. И когда он был молодым человеком, он услышал о Господе Чайтанья. И он очень стремился встретиться с Господом. И поэтому, когда ему было 15 лет, он услышал, что Господь Чайтанья принял саньясу. И он отправился встретиться с Господом. И его отец очень не хотел, чтобы его сын отправился встречаться с отшельниками. Потому что отец хотел, чтобы он продолжал семейный бизнес после его ухода. И поэтому он думал, что если мой сын будет общаться с людьми отреченными, это может испортить, нарушить его интерес к мирским занятиям. Тем не менее, он позволил Рагунатку Дасу встретиться с Господом Чайтанья, но очень на непродолжительное время. И он вместе с ним послал нескольких слуг, чтобы они присматривали за молодым парнем. И когда Господь Чайтанья увидел Рагунатка Даса, он сразу же его обнял. Рагунат Дас, конечно же, упал к стопам Господа. Но Господь обнял его. И вот после этой краткой встречи он в следующий раз встретил Господа через четыре года. Его отец снова позволил ему отправиться со сковременным визитом. И когда он в этот раз встретился с Господом, Господь Чайтанья дал ему наставление вести себя как мирскому человеку. Рагунат Дас хотел отказаться от благосостояния своей семьи и стать отреченным. Но Господь Чайтанья сказал ему, что Господь Кришна даст тебе знак, когда в нужное время тебе это надо будет сделать. И поэтому он вернулся домой к своему отцу и там женился на очень прекрасной молодой девушке. И снаружи все выглядело так, как если бы он был полностью погружен, в мирские занятия. Но внутри он постоянно думал о Господе Чайтане и стремился к новой встрече с ним. Немного позже Рагунат Дас, он гостил Панихати фестиваль, Чип Райс фестиваль. И однажды, и спустя какое-то время Рагунат Дас посетил фестиваль Панихати, фестиваль Чип Райс. Фестиваль расколотого риса. Это так же как молотый рис, как бы плоский рис. И это такой рис, что ты его не посыпаешь, ты его просто посыпаешь в воде. А этот рис? Да, этот рис не нужно готовить, его нужно просто в воде размочить. И каждый год этот фестиваль проводится с Вайшнавами. Они смешивают этот рис, он смешивается с изюмом и другими всякими сладостями, и получается такое очень сладкое блюдо. И на этом фестивале, который он посетил, Господь Чайтанья сам вкусил того блюдо из того риса, который приготовил Рагунат Дас. И тогда же Рагунат Дас обратился к Господу Нитянанде с молитвой, чтобы тот благословил его на то, чтобы он получил милость Господа Чайтанья Махапрабху. И тогда Господь Нитянанда поместил свои лотосные стопы на голову Рагунат Даса, и он сказал ему, что очень скоро ты полностью примешь прибежище у Господа Чайтанья. И после этого случая он больше уже не претворялся, что у него есть какие-то мирские интересы. И он много раз пытался убежать из дворца, из дома своего отца, но там было очень много стражников, стражей, которые его не пускали. И вот его родители думали, что же надо делать. Его мать предложила, давай просто свяжем его веревкой, привяжем его, и он будет в доме здесь. Но отец ему сказал, что у него есть все эти богатства, и у него есть такая прекрасная жена, и вот если вот все эти вещи не могут его держать здесь, то что сможет веревка тогда? И в конце концов у Рагунат Кадаса появилась возможность убежать, и он воспользовался ей. И он снова отправился встретиться с Господом Чайтани, который сказал ему принять прибежище у Сварупы Дамодара. И так как Рагунат Кадас стал секретарем Сварупы Дамодара, то таким образом он вошел во внутренний круг приближенный Господа Чайтани. Рагунат Кадас хотел общение с Господом Чайтани, он хотел видеться с Ним. Он хотел его даршан, можно даже лучше так сказать. И в конце концов Господь Чайтани дал ему Сварупы Дамодара, и он дал ему кое-какие наставления. Он сказал ему Сварупу Дамодара, может тебе лучшее наставление дать, чем я. Но если ты хочешь услышать от меня наставлений, то у меня есть определенные обязанности, которые тебе нужно будет выполнить. И он дал ему наставление, не говори так, как говорят материалисты, и не слушай того, что они говорят. Тебе не нужно есть очень изысканную пищу, и не нужно одеваться модным образом. Не ожидай почестей, но предлагай свое почтение другим. Всегда воспевай Святое Имя Кришны и в уме своем оказывай служение Радхе и Кришне во Вриндаване. И конечно же Ракхунат Дас стал знаменит своим отречением. Он 22 часа каждый день проводил за воспеванием Святых Имён Господа. И он на еду и сон у него уходило меньше полутора часов в день. И с течением лет его аскезы все увеличивались. Сначала он ел только то, от чего отказывались люди. Он шел к отбросам и там находил себе припитание. Но потом он посчитал, что делая это, он удовлетворяет свои чувства. И поэтому после этого он вскоре стал есть только то, от чего отказываются коровы. А вы знаете, что коровы, они практически едят все что угодно. Иногда можно видеть, как они едят картонные ящики. У них очень мощная система пищеварения, они могут переварить практически все что угодно. И иногда, тем не менее, какая-то пища была очень гнилой, и коровы не ели её, отказывались от неё. И вот это ел, брал себе в капитание Рахунадской Свами. И слухи о его отречении ширились, и многие преданные приходили к нему, чтобы увидеть его. И когда он видел, как они приближались, он предлагал им свои поклоны. И по сведениям дошло до того, что он каждый день предлагал по две тысячи поклонных преданных. Кроме этого, он предлагал тысячу поклонных Господу Кришне. И воспевал, по меньшей мере, сто тысяч святых имён Господа. Рагунат Таас оставался в Пуре ещё 16 лет, пока Господь Чайтания находился в этом мире. В самом деле, даже спустя ещё 20 лет после ухода Господа Кришне, он оставался там в качестве слуги Сварупы Даммадара. И после Сварупы Даммадара уйти в мире, он потом был в Вриндаване, чтобы помогать Рупе и Санатане Госвами. И потом, когда Сваруп Даммадар ушёл из этого мира, он отправился в Вриндаван, чтобы помогать Рупе и Санатане Госвами. Однако же он был очень убит уходом, как бы он был сильно потрясён уходом Господа Чайтания и Сварупы Даммадара. Поэтому он собрался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с холма Говардхан. Но Рупа и Санатана, они его поверили, что тело не было его, оно принадлежало к Кришне. И поэтому он принадлежал к Кришне. Но Рупа и Санатана многослами убедили его, что его тело не принадлежало ему, а что оно принадлежало Господу Кришне. И поэтому он имел определённые обязанности перед Ним. И поэтому они убедили его продолжить жить и каждый день рассказывать об играх Господа Чайтании. И благодаря этому Рупа и Санатана многослами слушали об играх Господа Чайтании. Затем Ракванат Дас не оставался во Вриндаване, он ушёл в город Говардхан. И там он стал жить около Радхакунды. И там до сих пор находятся его Самадхи. И когда преданные отправляются на паломничество Крадхакунды, они всегда проходят мимо его Самадхи и попадают на Даршан, Радхакунадху Даса Госвами. Я также немножко расскажу о Радхакунадхбатхи Госвами. На самом деле не очень много известно о Радхакунадхбатхбатхе Госвами. Он ничего не написал и после него не осталось никаких литературных следов. Но он очень мало осталось известно о его семье, где он родился. Но он готовил для Господа Чайтании. Когда он был мальчик, он пришёл в дом Джаганадхи Миши и он массажировал ноги Господа Чайтании. И он совершал также другое служение. Например, он чистил его дом и мыл за ним посуду. Он был способен заниматься этим служением, потому что вскоре его служение уже не понадобилось и его сердце было разбито, потому что он не мог больше этим заниматься. И поэтому он всегда медитировал на то, что он всегда занимается служением Господу. И поэтому, когда ему исполнилось 20 лет, он решил отправиться и снова находиться рядом с Господом Чайтани. Он пошёл и нашёл его в Пури, и там он с ним остался. И Господь Чайтания показывал специальную милость Ракханадхи Баптии каждый день, обедая с ним. Он позволял ему продолжать совершать личное служение Господу. Он наставлял его, давая ему наставления по ведической философии. Ракханадх Баптия готовил для Господа, и Господь Чайтания принимал всё, что бы он не приготовил. И спустя некоторое время такого времяпровождения Господь Чайтания дал наставление, что бы Ракханадх Бапти отправился домой и позаботился о своих престарелых родителях. Господь определил, что Ракханадх Баптия был отречённый человек, и Он сказал, что бы тот не женился. Но Он также дал ему наставление изучать Шримад Бхагаватам под руководством опытного, продвинутого, преданного. И потом Господь Чайтания дал ему свою собственную Камхимал Бусы и сказал ему, что вскоре ты вернёшься обратно сюда, в Пури. И Ракханадх Баптия отправился домой и заботился о своих родителях ещё 4-5 лет, пока они не покинули этот мир. После этого Он снова вернулся в Пури служить Господу Чайтанне. И снова в течение 8 месяцев Он мог этим заниматься. После этого Господь Чайтанья послал Его во Вриндаван служить под руководством Рупы и Санатаны Госвами. И Он дал ему наставление успевать Харе Кришна Махамантру и постоянно читать Шримад Бхагаватам. И Рагханад Бхагават у него была привычка напевать Шримад Бхагаватам на 3-4 различных мелодии. И остаток его жизни он посвятил пересказыванию, чтению Шримад Бхагаватам. Сейчас я хочу вам сыграть эту песню для ушельцев Вайшнавов. Я, к сожалению, нету слов спечатанных, чтобы я смог с вами. Если вы знаете эту песню, можно подпевать. Это песня. Это песня. Это песня. Это песня. Это песня. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok